Мы делали наше ружье, оглядываясь на пневмо-импорт. Значит, за конкурента, основного конкурента при производстве нашего ружья был взят конструктив и вообще пневмат Марес-Сирано. Почему? Мы хотим выступить в том же ценовом диапазоне, что и Марес-Сирано, выпустить наше ружье. И хотим, чтобы оно по своим техническим характеристикам, по своей ценовой политике, чтобы оно было лучше, чем Марес-Сирано. А также мы хотим, чтобы наше ружье было конкурент вообще всему пневмо-импорту. Даже если брать такие топовые модели, как Sporos Up One пневмовакуумный или новинка, которая еще не вышла, тот же там Марес-ХФ. Вот. Наше ружье в выгодную сторону отличается от конкурентских ружей. Если, допустим, сравнивать с ружьем Сирано, Марес-Сирано. Значит, в длину они, получается, разные. Наше ружье длиннее. И если мы теперь возьмем два ружья в заряженном состоянии, посмотрим на гарпуны, мы видим, что при гораздо маленькой эффективности по длине разгона, наше ружье абсолютно выигрывает по мощности, выигрывает по длине разгона, выигрывает по эффективности. И если мы обратим внимание на диаметры ресиверов, то мы увидим, что толщину ресивер наш, такой же, как Марес-Сирано, только в некотором месте. В остальном он везде тоньше. То есть проводка гораздо эффективнее, чем Сирано. И при той же закачке, при той же закачке у нас, получается, гораздо выше КПД, гораздо выше эффективность выстрела. То есть мы можем, допустим, закачать меньше давления, при этом уменьшится подброс, но выстрел останется на той же мощности. Плюс еще пневмовакуум. Вы обратите внимание на длину разгона, и плюс еще пневмовакуум. Он, естественно, тоже добавляет свои, пусть какие-то проценты, но он также сказывается очень хорошо. Это на комфорте выстрела. Меньше отдача, меньше звук, нет поразительной струи воды, вылетающей ствола. Дальше, если сравнивать, опять-таки, проводить технологию с Марес-Сирано, мы увидим, что у нас огромное отверстие под спусковой палец, если сравнивать с Марес-Сирано. У нас удобное крепление катушки, которое уже есть в базе. Мы просто берем и прикручиваем ее. Катушка заходит, вот если обратите внимание, катушка заходит в вот такие вот специальные пазы, и снизу прикручивается в закладную гайку, закладную неживейшую гайку, прикручивается неживейшим одним винтом. При этом усилие на срыв при разматывании линия уходит вверх. Если же у нас, допустим, трофей тянет в какую-то сторону, то в первую очередь начинает, было испытано уже неоднократно, начинает разворачивать металл катушки. Если же вы не используете правильную технику вываживания крупной рыбы, рыбу всегда нужно амортизировать рукой. Ну, это, я думаю, все знают. А не делать это, как на спиннинге. Естественно, это ерунда. Значит, опять-таки, напрашивается сравнение дальше с Марес. Рукоятка более тонкая для удобства и более длинная для удобства удержания в перчатках. Хват рукоятки, то есть рука не соскальзывает, опять-таки, в перчатках. Про большое отверстие я сказал. Можно использовать во время охоты, как предохранитель, вот так вот многие делают. Держат вот так, а перед выстрелом переводят положение, как бы, огонь. Здесь, естественно, это просто невозможно. То, что еще очень такая характерная черта нашего пневмата, у него нет пластиковой составляющей, где есть давление, полностью цельный ресивер из корзионостойкого сплава МГ. То есть у нас хомутовый охват, рукоятка, которая садится очень плотно. Здесь нет, если заметьте, никаких щелей, здесь нет, куда в воде попадать и застаиваться. И крепится рукоятка от перемещения гермоводом штока на спусковой крючок. Значит, просто внешне, по внешним всем признакам видно, что наше ружье на голову превосходит любой пневмоимпорт. Если же взять, допустим, те же, тоже ружье Sporosafuan, если взять тоже ружье Airballet, вы же знаете, с какой там, получается, потери какие-то КПД по сравнению с длиной. На нашем ружье полностью идет гарпун во всем теле ружья. То есть даже удержание его гораздо удобнее. Плюс к этому минимальный, минимальный клевок с гарпуном в заряженном состоянии. Если все равно сравнивать не будем, потому что охотиться с ним в вот таком положении просто без поплавков невозможно. Через 5 минут уже рука начинает отваливаться. Я извиняюсь, ружье плавает без стрела вашего? Сирана, я знаю, не плавает 55. Да. Значит, наше ружье без гарпуна плавает, как поплавок. Но самое интересное, что оно плавает с нашей же катушкой, без гарпуна. У него минимальная плавучесть, может быть, там, 10 грамм в плюсе, но оно плавает. То есть, несмотря на то, что ствол выполнен из нержавейки, которая более тяжелее, чем алюминию, они все равно плавают. Это еще, на что я хотел обратить внимание, то, что не видно сверху. На то, что мы обращаем внимание, уже начиная эксплуатацию ружья. Это то, что наше ружье, в отличие от любого пневмоимпорта, оснащено, комплектуется нержавеющим стволом. Это полированный, шлифованный, сверху шлифованный, внутри полированный. Ствол очень аккуратно выполнен. Резьба на дульной части 14х0,75. Проверено неоднократно усилие на нагрузку. Все ружья перед вводом в эксплуатацию закачиваются в тестовом режиме до 40 кг, отстаиваются несколько дней, для того, чтобы мы видели, что с ними все в порядке. Зачем они спускаются на рабочие 20 кг и в таком виде поступают уже в продажу? Мы рекомендуем в наших ружьях использовать от 20 до 25 кг. За закачку, которая будет сверху этого, мы ответственности не несем. Также наш насос рассчитан таким образом, что он качает не больше 30 кг. Это сделано специально, чтобы человек, который неопытный, человек, который не знает каких-то нюансов, случайно, не перекачал ружье по незнанию. О насосе я хотел отдельно заметить. Наш насос изготовлен по принципу неимпортного. Это практически полная копия насоса Марес, но с небольшими доработками. В отличие от насоса Марес, он сделан с резьбой на непосредственно теле насоса. Таким образом, мы ушли от минуса, от проблем марсовских насосов, у которых отваливается вот эта вот передняя часть, зачастую при эксплуатации. Плюс насосы Марес для того, чтобы дешевить производство, они делают заднюю вставку попрессовой. Она тоже зачастую при таких нагрузках отваливается. Мы же ее сделали на резьбе. То есть наш насос более беспроблемен в этом плане, более неубиваем. То есть он как бы больше для людей. Все комплектующие этого ружья, абсолютно все, все комплектующие насосы изготовлены на Украине. Я без стеснения скажу, что я патриот своей страны. Я хочу развивать производство на Украине. Я хочу, чтобы наша страна развивалась так же, как развивается компания «Пеленгаз». И я всегда борюсь и всегда радуюсь за то, чтобы хорошие, качественные вещи делались у нас. Теперь еще небольшое отступление по «Гарпун». «Гарпун» мы используем стандартный. Это «Гарпун» производства компании «Салви». К сожалению, у нас в отечественном мы не нашли возможности покупать более-менее приемлемый, качественный пруток для «Гарпунов». Поэтому, чтобы он соответствовал каким-то нормам безопасности. Поэтому «Гарпуны» мы покупаем в Италии. Это полностью «Саловский» «Гарпун», который используется на стандартных ружьях «Марес Серано». Он подходит абсолютно к нашему ружью, но он при зарядке ружьях просто гораздо глубже заходит в тву дно. За счет того, что у нас используется гидроформовка ресивера, и она сделана только в нижнюю плоскость и по сторонам, у нас прицельная линия остается на уровне 32-го ресивера. А значит, прицельная линия гораздо ниже и гораздо точнее, что позволяет нам глубже «Гарпун» поставить, сохраняя при этом заметность его во время прицеливания.